Сегодня у Гомеля обмерковали ситуацию по подрыхтовке спортивного резерва. Такое питание было вынесено на парадок дня выездного посажения коллеги Министерства спорта и туризма. О лепших прикладах и иснувших недопроцовках материал наших корреспондентов. Дитяшую нацкую школу по Веславанне у Гомеля открыли у 1962-м. Раз 10 годов установа отримала статус специализованный. В 2013-м Зюшар номер 6 переехала у новый будинок, что позволило вывести тренировочный процесс на больше высокий уровень. Удельникам выездной коллегии школу демонструют у якости становчего приклада. Тут нема проблем с обстыляванием. Селета для его набыття с бюджету выдатковали больше, как 100 тысяч рублей. А на споборничествах разного уровня спортсмены Зюшар демонструют снядренные выники. Наша воспитанница Пикулева Дарина стала призером Европы и мира до 23 лет. Школа на первенстве Дюш заняла третье место из 36 команд. Это отделение Байдарки Каной и отделение нашей молодой академической гребли заняли шестое место на первенстве Дюш в этом году. В плане умасования спортивной базы этот год для Гомельщины можно назвать особливым. В ближайший час будет сдадена в эксплуатацию крытый футбольный манеж. У Женевни открылась лыжаролерная трасса. Сейчас тут проводят занятки для молодых биатлонистов. В державе этот комплекс обошелся в 5 миллионов рублей. Но сроки потрачены явно недаремно. Сейчас проводился набор, выбрались самые лучшие дети, перспективные, которые занимались пулевой стрельбой. До этого сейчас они уже показывают результаты. Сейчас будем проводить отборочные на Кубок Беларуси. И вообще результаты в ближайшие годы планируются. Звернуть увагу на большаякосную подрихтовку спортсменов Примушаюсь у первую чергу ближайшие буйные международные споборництвы. Утым леку запланованная на наступный год летняя Олимпиада у Токиа. По аценции Министерства спорта и туризма Выники выступления спортсменов региона недренные. Разом с тем горш пошали выступать легкоатлеты и футболисты. Бадай до кого увагу, нема никаких зауваг, Спортсмены по академичным вислованне и вислованне на байдарках и каное. Гэтые два виды приносят региону амальпалову медалев. Основа основ любого успеха в любом деле. Это специалисты, которые окружают тех спортсменов, специалисты, знающие свое дело, которые окружают спортсменов и которые совершенствуются над собой ежечасно, ежедневно, ежеминутно. Это тренерско-преподавательский состав. Это специалисты, которые сегодня творят чудеса, допустим, в этой гребле. Я уже не хочу повторяться, это специалисты, которые живут этим делом, вот просто живут сутками. Почас посяжения анализуются все нюансы, какие уплывают на выники выступлений у спортсменов, причем не только Гомельской области. Тут и проблемы с наявностью сучасного инвентара, у некоторых специализованных установок краины, и не заусюда отповедающая сучасным потребованиям квалификация тренеров. Еще одна проблема, которая особливо хвалюет Голиновое министерство – переемность. Детей мы набираем достаточное количество, работу организовываем по всем видам спорта. Но вот, когда переходим во взрослый спорт, почему-то основная масса этих детей или спортсменов у нас теряется. Не доходит до того результата, значит, того результата, который необходим стране. Поэтому сегодня одна из тем обсуждений, сегодня как правильно, как грамотно, на примере отдельно взятого региона, отдельных видов спорта, эту работу выстроить. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».